Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Мышита. Сегодня предлагаю вам рецепт американской кухни. Будем готовить техасскую икру. Рецепт очень старый, 1940 года. Именно в этом году Хэллен Корбетт принесла его в американскую кухню. America's Test Kitchen этот рецепт немного усовершенствовала. И именно их вариант я вам предлагаю сегодня приготовить. Рецепт мною найден в журнале America's Test Kitchen Best Ever Salad. Ну что, давайте приступим! Список ингредиентов вы найдете в описании под видео. Начинаем с приготовления заправки. В большую миску добавляю красный винный уксус. Растительное масло. У меня авокадное. Можно брать любое масло без запаха. Сахар. Соль. Черный молотый перец. И чеснок, пропущенный через пресс. Количество чеснока можете увеличить или уменьшить. Но на мой взгляд, здесь оно очень сбалансировано. Все перемешиваю до однородности. Заправку откладываю в сторону. Она мне понадобится чуть позже. А пока нарежу овощи. Лук-перо мелко нарежу. Сельдерей также мелко нарежу, как и лук-перо. Сначала нарежу его полосками, а затем измельчу. Все нарезанные овощи я добавляю в миску с заправкой. Красный и желтый перцы также нарежу очень мелко. Острый перец халапеньо также необходимо мелко нарезать. Ни в коем случае не добавляйте семечки этого перца, потому что именно они дают горечь. Если у вас нет такого перца, можете добавить любой другой острый перец, только берите его по вкусу. Потому что каждый перец разный по остроте. Мне понадобится зелень кинзы и зелень петрушки, которую необходимо тоже мелко нарезать. Особенность этого салата в том, что чем дольше он стоит в холодильнике, тем вкуснее он становится. И осталось добавить еще один последний ингредиент. Это фасоль сорта Black Eyed Peas. Почему она так называется? Потому что каждая фасолинка имеет вот такие вот черные глазки. Если у вас нет такой фасоли, вы можете использовать любую другую мелкую фасоль. В каждой банке у меня 540 мл. Фасоль необходимо сцедить и хорошо промыть под проточной водой. А затем можно добавить к другим ингредиентам, что я сейчас и делаю. Соль и черный перец добавляем по вкусу. Но помните о том, что соль мы добавляли в заправку, поэтому солью нужно быть осторожными. Все перемешиваем и салат практически готов. Но обязательно дайте ему настояться в холодильнике хотя бы 1 час. А затем можно подавать к столу. Хранить такой салат в холодильнике можно 5 дней. Поэтому вы можете приготовить его впрок. Особенно это удобно, если вы готовите что-то для пикника, для шашлыка, для грилованного мяса. Он очень хорошо подходит. И самое главное, салат не только вкусный, но и полезный. Если вам понравился рецепт техасской икры, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Ну а я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. До новых видео. Всем пока.